Быть журналистом здорово, ведь благодаря этой профессии ты можешь попробовать себя в любой роли. Например, сегодня я приму участие в кастинге конкурса Мистэгэу-2016. А мне кажется, быть журналистом здорово, потому что можно понаблюдать за кастингом со стороны, а также посмотреть на то, как девушки ходят на кубуках и в купальниках. Ты можешь об этом только мечтать. А ты иди, иди, работай. А у меня место в портере. 24 октября. Актовый зал главного корпуса ТГУ. Из портера всегда всё хорошо видно. Кастинг на Мистэгэу. Вот как это бывает. Сначала девушки должны зарегистрироваться, получить номер, в соответствии с которым они предстанут перед членами жюри, и ждать особого приглашения в зал. Нужно сказать, что первый кастинг проводится за закрытыми дверями. Доступ в святая святых строго ограничен для зрителей, но не для нас. Это ещё одно преимущество профессии журналиста. Субтитры делал DimaTorzok Перед каждой претенденткой стояла непростая задача. За несколько минут показать себя во всей красе. Коротко рассказать о себе, приподнять волосы с лица, поделиться идеей творческого конкурса. Особо смелые конкурсантки уже на кастинге смогли продемонстрировать свои таланты. Спеть, прочитать стихи и станцевать. После трёхминутного общения с отборочным жюри, девушек ждала их первая фотосессия. А как же? Нужно ведь узнать, любит их камера или нет. И пока Настя по полной, вживаясь в роль журналиста, проходила испытания кастингом, у меня была возможность узнать у претендента, зачем же им всё это нужно. Привет! Скажешь, зачем ты пришла на этот конкурс? Я надеюсь, что этот конкурс поможет стать мне уверенной в себе. Я хотела бы получить этот драгоценнейший опыт, который могли бы дать преподаватели. Получить титул. Чтобы получить новый опыт в своей жизни. Попробовать себя, посмотреть, что это такое. Какой-то опыт свой применить уже имеющийся. Интересно. На самом деле я решила только вчера. Это было решение спонтанное очень. В первую очередь я пришла за победой и хочу участвовать. Я хочу поучаствовать. Мне это нравится. И я хочу занять первое место. Чтобы победить. За опытом. За такими-то эмоциями. Просто попробовать себя в качестве модели, супермодели. Попробовать себя на сцене. Как это вообще? Ну, говорить. Ходить на каблуках в красивых платьях. Просто новый опыт в жизни. Чтобы выиграть в этом конкурсе. Фух, я только что вышла из зала. На самом деле все было не так страшно, как я думала. Жюри, в принципе, спрашивало то, что и должно было спрашивать. О твоих взглядах на жизнь, о твоем подготовленном творческом номере и о том, чего ждешь от конкурса. Я думала, все будет намного дольше. На самом деле я была минуты две. Слава богу, это закончилось. Но мне хочется попробовать еще раз. Увы, попробовать еще раз участницы, конечно, не смогут. Первый кастинг продолжался долгие пять часов. И вот, жюри огласило список тех, кто прошел дальше. Из 42 девушек были отобраны только 23. Прошедшим в следующий тур предстоит полгода усердной работы. Занятия в школе мисс, фотосессии, примерки. А еще диеты. Ведь участницы должны держать себя в хорошей форме. При всем при этом успеваемость должна быть на высоте. Ведь у будущей Мисты ГУ все должно быть гармонично. И ум, и красота. Да, а наше журналистское расследование продолжается. Потому что специальный корреспондент Анастасия Федотова попала в число участниц конкурса Мисты ГУ 2016. Мисты ГУ 2016 Мисты ГУ 2015 Продолжение следует...